Друзья, привет! За моей спиной наш гоночный бокс, а это значит рубрика новости из бокса. До старта чемпионата остается 20 с небольшим дней, именно через столько дней вот эти машины уже будут стоять на прогреве, чтобы совершить свои первые гоночные заезды после межсезонья. Но прежде чем я начну, я хочу, чтобы вы сразу поставили этому видео лайк, потому что ваши лайки и комментарии позволяют нам развиваться, а это значит, мы будем готовы все больше и больше показывать и рассказывать вам много интересного. А еще я хочу попросить вас посмотреть два последних фильма, которые мы снимали в этом месяце. Первый это «Аман». Это как раз тот фильм из «Амана», но самое интересное в этом фильме не только то, что мы делали в «Амане», но и та история, которую мы вспоминали вместе с Дамиром за прошедшие 6 лет. Те эмоции, которые мы пережили вместе, те проблемы и что мотивировало нас двигаться к международной сцене. А также я хочу, чтобы вы посмотрели такой же самый ролик, только не про новости из бокса из Москвы, а про фильм из Дубая, который называется «Для чего люди уезжают из страны». Обязательно посмотрите этот фильм, потому что именно в нем мы рассказываем свою новую международную историю, для чего мы поехали так далеко из страны и что нас мотивирует и нами движет. Поэтому жду ваших просмотров, лайков, а сейчас погнали узнавать новости. И первая новость – это наше окно. Как вы видите, мы его починили. В наше здание прямо на всех ходах залетела фура. Я не знаю, как она это сделала. Водитель фуры, ну ты что, дружище, ну хотя бы стекло поменяй, куда ты уехал. Фуру, к сожалению, мы так и не нашли, а если честно, мы даже не искали. Но теперь в нашем боксе тепло и комфортно. В самом основном зале мы пока не приступили к ремонту, но уже доделали дверь М-зоны и офис для нашей команды. Пойдемте покажу. Как вы помните, в этой комнате шла стройка, вот этой стены не было. А сейчас здесь уже две круто оборудованных комнаты с прорезиненными полами. В этих двух комнатах будет располагаться так называемый грязный цех. Клейка-пластика, пилилка, вот эта вся штука. В общем, мы специально изолировали эти комнаты, чтобы грязь из них не попадала в другие помещения. Пойдем дальше. Работы по складу также почти закончены. Здесь мы видим полки для запчастей, а вот эту часть мы оставили открытой, чтобы сюда могла заезжать фура, разгружать палеты и отсюда спокойно выезжать. Это очень удобно, когда мы движемся из этапа в этап, чтобы разгружать палатки, мерчи, все вот эти мелочи. Фура подцепила, разгрузила и уехала. Следующая новость. У нас появился новый кузов на А80. Каждым месяцем, наверное, уже не то чтобы годом, кузова на А80 становятся большой редкостью, и мы прекрасно это понимаем. И в целом, если мы видим, где-то продается хороший кузов на 80-ку, то мы приняли решение парочку-троечку таких подкупить. Но больше всего дискуссий в соцсетях вызвал этот кузов касательно его морды. И вы стали писать, ну наконец-то, теперь у Фрошей будет стоковая морда, слава богу. Сразу хочу сказать, что мы вас в этом вопросе разочаруем. Стоковые морды у Дамира и у Жени на их супрах не появятся. А что появится, я покажу прямо сейчас. Пойдем. Я думаю, самое время показать, как будет выглядеть супра Жени и Дамира. В моих руках новое крыло, новый бампер, капот, задние крылья, двери. Все эти элементы нам сделал в этом году наш партнер, Срединевский судостроительный завод. Я считаю, что топ-сикрет не смотрелся в первую очередь, потому что всегда обвес наших супр был, мягко говоря, кривоват. И когда они ехали, они выглядят так старо как-то, измученно. И в этом году, я надеюсь, когда мы соберем новую красивую морду, она четко будет стоять по зазорам. Будут красивые глаза у этой машины, будут клевые ровные крылья, они вот такие все искосанные, поломанные. То я думаю, что топ-сикрет заиграет новыми красками. Ну а если вы еще увидите ливреи, которые, мне кажется, в этом году должны быть просто бомбические, то я думаю, что Еженина и Домировская машина будет выглядеть очень эстетично и по-гоночному. И я думаю, что те скептики, которые постоянно нас тыкают за стоковую морду, я думаю, глядя на супры в этом году, скажут, ну, топ-сикрет в целом неплох. Надеюсь, так и будет. BMW на Ваэре. Кажется мне, что кто-то в этом году очень мечтает построить именно такой спек. Да, но не в кузове 36, в кузове F22. И это кто-то, конечно же, Антон Козлов, вице-чемпион RDSGP. И на этой неделе Антон Козлов был у нас в боксе, раздавал на этой бэхе. Мы с ним много о чем говорили и болтали. Но что это было и зачем он приезжал, вы узнаете в следующем выпуске. И это будет, поверьте, очень интересно. Поэтому не пропустите и следите за тем, что делал в нашем боксе Антон Козлов. Ну а пока пишите в комментариях, мы обязательно прочитаем. Ну а вы узнаете правду уже в следующем фильме. Ну а про бэху хочется сказать, что она прошла полный ребилд в нашем цеху. Мы свозили мотор на стенд, все проверили. Мотор показал 670 сил, что очень даже неплохо для стокового мотора. Это 830 момента. По подвеске ViceWap. Собственно, ничего мы в этой машине больше не меняли. Как вы знаете, здесь стоит очень редкая коробка. Но, как я уже говорил в прошлых фильмах, она очень сильно похожа на TTI. Мы решили ее также не менять. Попробуем, посмотрим, если она будет работать, то, слава богу. Если вдруг она сломается, то мы просто снимем ее и поставим туда TTI. Было много комментариев касательно этой машины. Будет ли она ездить? Где она поедет? Как она поедет? Эта машина в этом сезоне выйдет в Россию. Выйдет на РДС и Европе на одном этапе в руле со мной. И сразу после этого она отправится, как мы уже говорили, за границу. Короче, на первом этапе вы уже узнаете, куда отправляется эта машина. Но хочу лишь сказать одно. Сегодня мы ведем переговоры о том, чтобы она поехала не в одну страну. То есть мы хотим отправить ее сначала в одну страну. Проехать там гонку, может две. А оттуда уже отправить ее еще в другую страну. Что для нас тоже может быть очень интересным. И также новая страничка в истории нашей гоночной движухи. Идем дальше. За моей спиной новая Супра. И сложно поверить, что эта машина уже через неделю, 8 числа, отправляется в Нижний Новгород. Вы смотрите это видео сегодня воскресенье. А это значит, что уже завтра эта машина должна гонять. Вы уже завтра в соцсетях это узнаете. Выехали ли мы на тесты. Как она поехала. Мы обязательно все это будем рассказывать. Ну а пока предположите в комментах, реально ли, чтобы эта машина ровно через неделю поехала. Реально куда-то вообще. Куда-то. Не то, что на боевые тесты. И кажется, что у нее нет мотора. И я каждый раз, когда прихожу, сдрагиваю. Говорю, пацаны, где мой мотор? На чем я поеду? На строкере? На билетблоке? На тройке? На чем мы поедем? И сейчас мы специально поговорим об этом с нашим новым механиком Степой, который приехал к нам из Киргизии, да ты приехал, брат? И прежде чем начать говорить со Степой, пару слов о Дене Пономареве, нашем техническом директоре, которого сегодня с нами нет. Ден Пономарев уехал в Красноярск, Гочи, настраивать Гочиные тачки. Это, к слову, о том, как дружат между собой гоночные команды, что есть ли какая-то закрытость и так далее. Во всяком случае, с форвардами у нас никакой закрытости нет, несмотря ни на что. Вот мы продолжаем общаться, дружить. И более того, технический директор настраивает как и наши, так и Гочиные тачки. Вот такая вот новость. Ну, расскажи, что у нас по моторам, где мотор в моей супре и вообще, сколько моторов мы собрали и подготовились к сезону? Да, в этом сезоне очень сильная подготовка двигателей. Стараемся делать так, чтобы каждый мотор был быстро заменен. В техническом плане то, что с него меньше всего снимать, то есть готовый столбик, чтобы его быстро выкатить и быстро новый мотор поставить. Как бы так. По супре А90, как тогда мы разговаривали, там была снизена головка, проверены опять цилиндры, гильзы, все вот эти моменты, все продесектованы и просто головка оделась. Она сейчас готовится, ну, точнее, мотор готовится к установке. Чтобы вы понимали, в прошлом году мы уезжали с двумя строкерами. Один был у меня в Шершни, один был у Жеки Лосева и никаких зипов строкеров у нас больше не было. Сейчас у нас четыре строкера. Четыре строкера, из них получается у нас строкер билит на алюминиевом блоке. У Лосева? Да, у Лосева. А у Дамира не билит? Да, нет, у Дамира билит, но не строкер три литра. Три литра? На трех литрах. Трешках сколько у нас? Честно, я уже запутался, но в районе где-то девяти. Хорошо живешь, брат, запутался он в строкерах, в билит-блоках. В общем, друзья, у нас три билит-блока. Как вы знаете, действительно, GZ это тот мотор, который очень старый, и многие говорят о том, что он уже не конкурентоспособен, что выжимать из 280-сильного базового мотора 1000 уже невозможно. И есть решение в мире, которое мало кто обкатал. Это строкер. Мы в этом году собрали также три строкера. Ну и, в общем, из всех прошлых головок, блоков, запчастей мы собрали еще огромное количество моторов. Получается примерно 12 GZ у нас на сезон 20-24. Короче, я считаю, что вот эти моторы, которые вы собрали, вы должны сложить их на полочку, вот как они сейчас лежат красиво, и чтобы они больше нам в этом сезоне точно не понадобятся. Чтобы у нас у каждого по мотору, и окей, два в зип, если мы вот так проедем сезон, то я считаю, что наши механики будут лучшие за всю историю нашей команды. Уже мы увидим? Я не в это верю. Что, зарубим? На что зарубим? Да я не знаю, на что. Ну давай на что-нибудь. На депортацию составляем. На депортацию погнали. Смотри, какой смелый механик. Давайте вы напишите в комментариях, на что нам зарубиться и на что поспорить. Это будет прикольно, потому что какие-то депортации, как-то все, ну не про нашу историю, не про нашу атмосферу. Короче, пять моторов на сезон, нам должно на троих пилотов хватить. Все, рубим, поехали. Все, красавчик. Еще, кстати, интересная штука. Почему моя машина без мотора? Почему, например, машина Дамира до сих пор без мотора? Видите, я приглядываюсь, где чья тачка, я реально не понимаю, где Дамира, где Женя. Почему она до сих пор без мотора? Ровно вчера все машины были с моторами. Мы действуем по такому принципу. Так как у нас нет моторного стенда, мы выкатываем полный конфиг с турбиной, с впуском, выпуском, со всем конфигом. Выкатываем весь мотор на стенде, потом снимаем и выкатываем другой конфиг. Так мы делаем с билет-блоками, с трешками, с трокерами и так далее. Поэтому на всех машинах мы выкатали те моторы, которые гипотетически могут понадобиться нам на протяжении всего сезона. То есть у каждой машины, и у меня, и у Жени, и у Дамира будет по несколько решений разных конфигов GZ. Вот такой новый подход принес нашу команду Денис Пономарев. Посмотрим, как это сработает. Я думаю, уже в середине сезона будет понятно. Пойдем дальше. Уже прямо сейчас идет ремонт в основном зале второго этажа. Ну а мы уже сделали небольшой офис. На мой взгляд, получилось достаточно стильно. Здесь у нас будет располагаться менеджмент команды. Будем встречаться здесь с партнерами, с друзьями, проводить время, беседовать. Здесь у нас будут раздевалки, душевые, туалет. Постарались сделать максимально уютно для наших парней, чтобы всем было здесь комфортно и приятно работать. Также хотелось немного слов рассказать про наши машины. Но я тут подумал, с учетом того, что мы уже через неделю выйдем на тесты в Нижний, какой смысл рассказывать, в каком состоянии наши болиды. Ведь мы все покажем также в соцсетях. Также снимем об этом обязательно какой-нибудь короткий обзор. Могу лишь сказать, что несмотря на то, что некоторые машины выглядят вот так, без мотора, в полуразобранной, в полу непонятном состоянии, как, например, моя Супра и Дамира, или вообще вот носорог, который абсолютно без мотора, могу сказать лишь одно. Все эти машины получили по несколько конфигов мотора. Все по многу раз уже обкатано. И сейчас уже идет чистовая сборка и подготовка непосредственно к выездам. И именно вот эти три автомобиля будут боевыми на этот сезон. Супра А80 и Супра А80 у Дамира, и Супра А90 у меня. А носорог, которого мы так все с вами полюбили в прошлом сезоне, будет запасным автомобилем нашей команды. И стоять в нем будет все тот же ЛС, все тот же атмосферный В8, который лично я очень люблю. Я думаю, самое время пообщаться с нашим руководителем команды, с Сашей Макликом, который уже проработал почти два месяца в наших рядах, и узнать его мнение о команде, ну и узнать, как у него, собственно, вообще ощущение работы с нами. Санек, иди сюда. Народ, как дела? Что, у нас полным ходом подготовка к выезду на тесты. Я думаю, в день, когда выйдет ролик, мы уже будем грузиться в автомобиль и ехать в сторону Нижнего Новгорода. В пандельник мы в Нижнем, верно? Это 8 число. Это 8 апреля, мы уже будем в пути на автодром. А сегодня у нас 2 число. Сегодня 2 число, да. Вот как я играю недели. Практически готовы, то есть полным ходом и финальная стадия подготовки к тестам. То есть мы технически готовы, осталась, скажем так, косметика, подкинуть те моторы, с которыми мы уже на тесты, подкинуть новые обвесы, все настроить и, в принципе, мы готовы. Окей. Как тебе в команде, расскажи в двух словах? Слушай, период адаптации он прошел примерно вот так. Вот, поскольку люди все профессионалы, все знают свою работу, знают, что делать, куда идти, обозначили цели, поняли путь и все, погнали. Красавец. Расскажи в двух словах о себе, о своем опыте, потому что не все знают. Не все, кстати, перешли на наш сайт freshracing.ru и не почитали историю Саши. А я рекомендую вам это сделать. Мы специально для команды сделали клевый, прикольный сайт, где можно и покупать мерч, и узнавать, первыми узнавать самые горячие новости, и читать разные прикольные статьи, которых будет становиться все больше и больше. Поэтому я вам рекомендую заходить на сайт freshracing.ru и пользоваться этим ресурсом. А скажи о себе, о своей карьере, как ты попал к нам? В целом я уже почти, наверное, как и Фрэш, 8 лет в дрифте. Начинал я как сотрудник автодрома, начинал как раз с Нижегородского кольца. Не поэтому мы едем на Нижегородское кольцо, просто так совпало. Вообще не равно не поэтому. Совершенно случайно я оказался в этом месте. Совершенно случайно, да. Главный вопрос наших болельщиков, нет, точнее не наших болельщиков. Бумажки будешь писать? Слушай, ну в целом я умею. В целом я умею. В целом я умею. Опыт работы в кольце, он... Опыт имеется. Он такой, да. Если дрифт, это больше пацанская история в кольце. Нужно уметь и поставить за себя и бумажку. Какой главный вызов для себя ты на этот сезон бросаешь? Слушай, ну моя главная цель, она полностью совпадает с целью командной. То есть у нас есть планы на чемпионство в командном и в личных зачетах. Вот, поэтому и моя цель личная будет привести команду к этим результатам. Ребята, мы долго можем общаться с Сашей. Пишите в комментариях свой вопрос для Саши. Мы обязательно на него ответим в следующем выпуске новостей из бокса. Поэтому, если у вас есть вопросы к менеджеру, они могут быть совершенно любые. Как работать, какой твой функционал. Я знаю, многие из вас хотят и мечтают повторить и пройти такую же карьеру, как, например, у Саши. Хотя он только начал в нашей команде. Перед ним стоит большой вызов. Давайте обязательно накидаем лайков и какие-то теплые слова еще напишем Саше. Потому что это действительно непростая, практически расстрельная должность. Неважно, пишешь ты бумажки, не пишешь ты бумажки. Я думаю, всегда найдутся те, кто знает лучше, чем любой из нас, как вести эту команду к чемпионству. Или вообще, как делать все, что мы делаем. Поэтому поддержите Саню. Я думаю, он этого достоин. Ну, Сань, тебе удачи. В предстоящем сезоне. Ты знаешь, что с тобой будет, если мы не станем чемпионами. Поэтому... В этом году или в принципе? В этом году, конечно. Окей, договорились. Тут что-то происходит. Сейчас, короче, улетаем с холи и задаем неудобные вопросы. Смотри, туда. Смотри. Антоха! А ты что тут делаешь? Работаем, Денис Эдуардович! Здорово! Так, здрасте вам. Неожиданно. Неожиданно. Что забыли у нас в гостях? Ну, вообще-то мы тут работаем, Денис Эдуардович. Меня никто не знает. Ты подумаешь, что с кем-то другим разговариваешь, Денисом. Эдуардович это кто? Эдуардович это мой вымышленный друг. Ребята, если честно, я в диком шоке, потому что кое-что случилось. Только что Антоха из Форсажа реально бросил вызов. Реально бросил нам вызов, нам, команде Фрэш Рейсинг. Этот вызов, ну, точно не про то, что вы привыкли видеть на этом канале. Это то, что эти ребята точно не хотят услышать от меня. И, возможно, это даже изменит всю концепцию нашего Ютуба, нашего канала. И, возможно, вам это очень понравится. Извините, что я говорю такими загадками. Это действительно даже для меня пока шок. Сегодня на этом все. А что будет завтра, мы узнаем в новой серии. Ну, это просто разрыв. Это реально разрыв. Спасибо. 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 Спасибо.